Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно, правительствам другие структуры и органы власти надо догружать, снимать несвойственные с президента вопросы. Недавно записку я получил, предлагается 71 полномочия, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу, абсолютно не вмешиваясь в работу правительства, не хотелось бы мне это делать, но тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы. Ясно, что налоги это один из основных элементов экономической политики, и как мы когда-то говорили, она должна быть простой и понятной для народа, мы многое в этом направлении сделали, но я помню, мы договаривались о том, что вы выдадите нам новую, более совершенную систему налогообложения и модернизируете нынешний налоговый кодекс, там где нужно, точечно, насколько это возможно, поскольку, еще раз подчеркиваю, у нас относительно неплохой налоговый кодекс. Но ничего совершенного не бывает, постоянно к нему, к тому совершенству надо двигаться. Поэтому я хотел бы в сроки, которые мы определили, подредактировать и освежить налоговый кодекс, как это мы сделали с кодексом по административным правонарушениям и процессуальным административным кодексом. Хорошая была проведена работа, может быть, после последних событий надо будет где-то в какие-то статьи изменения вносить, возможно, это жизнь. Вот точно так надо пройтись по налоговому кодексу. Там, конечно, меньше, наверное, будет у нас работы, поскольку изменений будет меньше, но это надо делать. Конечно, правительство над этим будет работать, другие структуры, но я беру на контроль этот вопрос. И второй вопрос – это цифровизация, если можно так сказать, налогового законодательства и налогового нашего кодекса. Это еще связано с тем, что премьер России, он лично занимался этим вопросом, мы постоянно в контакте, он предложил нам, посмотрите, налоговую систему Российской Федерации, она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим, в администрировании налогов, ну, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более, нам бесплатно это передают и программное обеспечение и прочее для того, чтобы упростить цифровизацию и налоги сделать прозрачными, и чтобы извлекаемость была практически близка к 100%. Они в этом плане продвинулись, и факты они эти излагают. Вот в этом направлении, что нам предстоит сделать и что сделано на сегодняшний день, надо ли вообще это делать? Вот на эти принципиальные вопросы я хотел бы от вас получить сегодня ответ. Налоговые службы, формирующие порядка 70% доходов консолидированного бюджета за январь-август текущего года, собрано 17,7 миллиардов рублей. Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5%. Недобор составил 700 миллионов рублей. И вот этот недобор у нас в основном связан как раз таки с эпидемиологической ситуацией в мире. Но если мы на этом уровне недопоступлений удержимся, это будет совсем неплохо. Поэтому тут надо нам сделать все, чтобы, ну, может быть, чуть-чуть сократить эти недопоступления. Хотя будет непросто. Вы же видите, что во всем мире вторая волна накрыла весь мир. Ну, а наша экономика экспортоориентирована, мы от них зависимы. Ну, хотя бы удержаться вот в этих параметрах.